Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Мы сегодня будем с вами говорить о биохакинге кожи. Мы будем сегодня с вами говорить о косметике четвертого поколения. Будем говорить о бренде Amroderm. Я знаю, что этот бренд очень многих интересует. Он идет семимильными шагами. Я бы сказала, что он ворвался на рынок и обещает быть настоящей сенсацией. Пока что ассортимент этого бренда не настолько велик, чтобы утонуть в этой бездне новой для нас информации. А сегодня новой информации будет много. Но на самом деле это и очень хорошо, что пока что ассортимент такой лаконичный. Хотя разработка продуктов идет сейчас очень-очень активно. Потому что мы с вами тогда можем собрать себе хорошую капсулу ухода. Мы можем с вами более детально углубиться в каждое средство. У нас сегодня с вами будет молочко для умывания. Совершенно потрясающее, очень необычное от этого бренда. Лимфодренажный тоник сосудоукрепляющий. Легендарный их крем с ретинолом. Давайте пока что называть его так. Хотя здесь, я думаю, для вас будет очень много новой информации. И дневной крем с SPF. И начнем мы с вами обсуждение этого бренда уже с упаковки. Потому что даже если говорить об упаковках, то и тут очень много значимой для вас информации. Уже и упаковка таким образом сделана, чтобы максимум пользы создать вам и не навредить окружающей среде. Посмотрите, казалось бы, какая-то упаковка с дозатором. Мы с вами в этом ничего не понимаем. Визуально для нас это презентабельная хорошая упаковка. А на самом деле за этой упаковкой скрыта целая философия. Называется она EcoSolution. Имеет вакуумные диспенсеры. И на дне упаковки, если мы с вами посмотрим, есть технический шов. Вот этот вот технический шов необходим для создания вакуума. То есть там вакуум внутри. Помните, мы с вами такие упаковки видели, когда они были прозрачные. Например, у бренда La Roche-Posay. Там внутри пакетик находится. Этот пакетик сжимается. И получается, во-первых, что вы каждую каплю средства используете до конца. И во-вторых, нет никакого практически контакта с внешней средой. Это вариант упаковки очень дорогой для тех средств, в которых минимум консервантов. Упаковка сама состоит на 85% из перерабатываемого пластика. Вот этот вот мешочек внутри из материала, который на 100% перерабатывается. Здесь нет металлических никаких вкраплений. Это полезно и для окружающей среды, и для самой формулы средства. Потому что металл любой имеет свойство окисляться. И продукт, даже, казалось бы, с помпой, без контакта с воздухом, все равно будет окисляться чуть быстрее. Я хотела очень уделить этому внимание, потому что таких упаковок до сих пор на рынке немного. Во-первых, потому что они достаточно дороги. Вот мне очень хотелось это проговорить, особенно для тех, кому из соображений этики, безусловно, конечно, мы все современные люди и хотим жить в согласии с природой. Это важно. Вот эти моменты оговорили. Раз уж эти прекрасные кремы на столе сейчас стоят, давайте их и обсудим. С какого мы начнем? А давайте начнем уже с ставшего легендарным крема, кремом с ретинолом. Хотя там не совсем ретинол. Вот это вот очень интересно. Тоже поговорим о новейших разработках. В этом продукте содержится актив последнего поколения. Он презентован был только в 2021 году. То есть это новейшее из новейшего. Это хайретин. Почему хайретин? Потому что гиалуроновая кислота, хиалуроник эйсид, сшита вместе с ретинолом. То есть вот прям вот так вот, такая гибридная молекула нового поколения. Если мы будем с вами смотреть состав, как он указан по инке, будет он называться Sodium Retinoil Hyaluronate. То есть согласитесь, мы такого с вами раньше не встречали. Разработала эту форму новейшего поколения ретиноидов компания ContiPro. Как я уже сказала, вот совсем недавно эта разработка поступила на рынок. И у этой молекулы маленькая молекулярная масса. Она проникает действительно достаточно глубоко в кожу. При этом, что очень важно, не имеет никакого раздражающего потенциала. И этот вид ретиноида можно использовать летом. Какая концентрация у этого актива в косметическое средство? Если считать именно по самому веществу. 0,1%. То есть пусть 4% на упаковке вас не смущает. Здесь не про концентрацию ретинола идет речь, как многие могут подумать, отставить его в сторону, из-за того, что подумать, ничего себе, какая концентрация. Да не бывает такой концентрации ретинола 4%. Даже 2% не бывает концентрации. Речь идет о некой формуле, некой композиции. И вот ее 4%. А самого ретиноида здесь 0,1%. И это норма ввода для данного ретиноида. Поскольку проникает он достаточно глубоко в кожу, он активный. Он здесь демонстрирует свой эффект. Поэтому вот имейте в виду, это важный нюанс. Потому что есть люди, и я в их числе, которые хотят продолжать использовать ретиноиды и летом тоже. Вот это, имеется в виду, конечно, на ночь, скорее всего, удобнее. Вот это хороший вариант. Тем более, что у бренда есть дневной крем в пару с SPF, о котором мы поговорим чуть позже, который поможет вам защитить кожу от солнца. Когда я рассказывала вам в свое время об этом креме, когда он только появился на канале, я вам говорила, что мне очень нравится его липидовосстанавливающая база. Здесь и фосфолипиды, и жирные спирты, линолевые линоленовые кислоты, компоненты натурального увлажняющего фактора. Интересно то, что формула усилена и классическим ретинолом высочайшего качества. То есть мы здесь с вами имеем две активных формы ретиноидов. Когда я пользовалась этим кремом, а я начала его использовать, по-моему, еще в апреле месяце, если мне не изменяет память, да даже точно я скажу, потому что я уже переехала тогда в Москву, это был конец марта, да, в апреле я начала им пользоваться. И я первое, что отметила, что он вообще не раздражает кожу. Он плотненький, питательный, его очень комфортно наносить на ночь. Мне кажется, что загадка этого крема в том, что он идеально собран. То есть вот это вот возможное раздражающее действие от ретинола, не от хайретина, а именно от ретинола, оно скомпенсировано очень удачно здесь, липидовосстанавливающими компонентами, компонентами натурального увлажняющего фактора. Я, кстати, пользовалась им каждую ночь первое время, потому что я нанесла его первый раз. Обычно, когда на ретинол бывает реакция, это происходит уже на следующий день, 100%. У меня так точно, у меня сразу же начинает шелушиться лицо моментально. Здесь я нанесла его одну ночь, все в порядке, нанесла вторую, все в порядке. Поэтому, конечно, на своем примере, потому что до сих пор есть средства, которые с ретинолом, я использовать не могу, например, от Зайна Бажжи, но никак мне не получается, у меня просто лицо облезает до костей. То здесь, конечно, мой личный опыт, по крайней мере, он только положительный. Но, правда, я не слышала, чтобы кто-то сказал, вы знаете, очень агрессивное средство, я там зудела, чесалась, прыщами покрылась. Я такого не слышала ни от коллег-блогеров, ни от пользователей. Я думаю, что нам с вами нужен коллективный опыт, потому что я точно знаю, что очень многие это средство уже попробовали на сегодняшний день и уже имеют четко сформулированное мнение по нему. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, какое у вас впечатление об этом продукте. Считаете ли вы, что это действительно прекрасный пример средства с ретиноидами на лето? Какая философия у этого солнцезащитного крема? Помните, когда мы с вами говорили, в том числе о пирамиде Вебер, когда мы говорили со специалистом-химиком недавно, был замечательный стрим-вебинар по поводу солнцезащитных средств. Мы говорили с вами, что мы имеем право современное солнцезащитное средство наносить прямо на сыворотку, минуя стадию крема. Почему? Потому что современное, качественное средство по защите кожи от солнца дает коже все необходимое. Нет никакой надобности в этом промежуточном этапе. И вот вам пример прекрасно сложенного современного средства. Сюда входят стабильные проверенные химические фильтры предыдущего поколения, которые надежно защищают вас от лучей двух видов, и от А, и от Б. Это очень важно, потому что путаются до сих пор люди, не понимают, что показатель СПФ показывает нам только защиту от лучей группы Б. Сами не могут проверить эту информацию. В результате получается, защищают себя только от лучей Б, а от А нет. Здесь точно мы знаем, что продукт защищает от всех видов излучения. Это первая линия обороны, да, самое-самое главное. Вторая линия обороны. В средстве должны быть антиоксиданты. Причем в современном, хорошем солнцезащитном средстве их должно быть не менее двух. Все это есть в Амрадерм, мы сейчас об этом поговорим. И обязательно третья линия защиты должны быть ингредиенты, которые помогают кожу восстанавливать, кожу регенерировать, увлажнять, работать над восстановлением эпидермального барьера. Сюда входят и современные формы витамина С, и пептиды. То есть средство сложено очень хорошо. Давайте посмотрим на его текстуру, потому что для солнцезащитного средства это тоже очень важный вопрос, помимо его формулы. Продукт имеет консистенцию легкого молочка, абсолютно легко распределяется, достаточно быстро впитывается. Нет, он не матирует кожу, не обладает какими-то спецопциями в этом плане, но он действительно ощущается на лице очень комфортно. Я думаю, что даже по этой размазанной капле вы понимаете, что он не выбеливает, потому что те кремы, которые выбеливают, они прям за маской такой белой в момент распределения по коже выглядят на лице. Как я уже сказала, стабильная форма витамина С. Сюда входят цинтелла азиатская, ферментированные экстракты растений, экстракты алоэ, ниацинамид, пептиды, которые будут помогать восстанавливать, регенерировать кожу, фильтры предыдущего поколения, но безопасные и очень хорошие, поэтому, пожалуйста, без проблем, можно использовать этот продукт, не опасаясь за свое здоровье. Давайте я распределю сейчас этот крем. Вот вы видите в моменте, но это очевидно, он не выбеливает совершенно. Это легкий-легкий-легкий вот такой вот лосьон, который обладает нейтральным финишем. Нейтральным, но действительно с ним очень комфортно, с этим продуктом. Вот вам прекрасный вариант для дневного использования в пару крему с ретиноидами. Здесь мы с вами выяснили два вида у нас ретиноидов. Супер-современный, прогрессивный, классический ретинол. И здесь у нас стабильная форма витамина С, регенерирующие компоненты, хорошие фильтры. Дуэт прекрасный. Кстати, что касается отдушек. С чем-то едва-едва уловимым, сладковатым, как будто бы гурманским таким немножко пахнут продукты, запах очень слабый, едва уловимый. Возможно, это вообще пахнет так само сырье, потому что мне кажется, что я отдушек, вот прям, что было написано отдушка, здесь не встречала. По-моему, их здесь все-таки нет. Это, видимо, так пахнет. Шоколадный, еле-еле уловимый запах. Очень приятный, нехимический. Ой, правда, как приятно. У меня же не испачканы руки духами никакими. Не может быть такого. Даже запах очень приятный, гурманский. Прямо я залипла, что называется, на этот аромат. Ну ладно, давайте с вами обсуждать другие два продукта, потому что вот этот, например, тоник, я им успела хорошо попользоваться сама и успела его порекомендовать на консультациях. И у меня даже девочки, которые были на консультациях, они уже успели написать отзывы в Телеграме. В каких случаях я рекомендую этот тоник? Он называется лимфодренажный лифт-эктив. Я рекомендую этот тоник людям с краснотой, потому что он очевидно укрепляет сосудистую стенку. Я когда им начала пользоваться, вот когда только переехала в Москву, у меня розация обострения было вот на пике. Это вот этот красный нос морковкой. Вот тут вот у меня все покраснело. И я в первую очередь от этого тоника именно такой эффект для себя обнаружила. Потом у меня был случай. Уже после консультации девочка ушибла палец и прислала мне потом письмо. Говорит, Ксения, не поверите. Первое, что пришла какая мысль, пропитала этим тоником ватный диск, обернула палец, замотала бинт и присылает мне фотографию. И действительно, вот эта гиперемия, отечность, она спала. Я думаю, ага. Тогда я стала рекомендовать его еще одним способом использовать. Разрезаете ватный диск на две части и делаете себе такие самостоятельные патчи. Если позволяет, если есть возможность, я бы, конечно, сделала еще круче. Я бы купила в магазине, например, там Улыбка, Радуги, они много где продаются, прессованные тканевые масочки. Они как таблеточки такие. Наливаете в какую-то емкость небольшую, может быть, в глубокую такую столовую ложку. Немножко этого тоника. Бросаете эту маску. Она впитывает моментально в себя все содержимое и накладываете на лицо. Я так делаю, у меня такие маски есть. Я вам про этот лайфхак рассказывала, что из любого любимого вами тоника можно сделать вот такую вот маску. Это абсолютно жидкий продукт. Запах у него есть, но здесь упаковка такая, тоже все очень завальцовано. Какой-то очень слабый тоже, но это очень сильно нужно принюхиваться. Свежий, растительный. Не знаю, мне никакой запах не тревожил, уж насколько я чувствительна к ароматам. И в этом тонике все очень непросто по составу. Во-первых, он на основе лимфодренажных пептидов. Почему я подчеркиваю этот момент? Потому что есть другие дренажные компоненты в косметике, да, безусловно, но... Что для меня, например, очень важно? Некоторые лимфодренажные компоненты, что они делают? Мы когда с вами разгоняем влагу, мы нехотя иссушаем кожу. И некоторые лимфодренажные компоненты... Да, ты весь такой неотекший, все здорово, но при этом кожа становится как будто бы суше и тоньше. Вот у некоторых лимфодренажных средств такой побочный эффект есть. Поэтому современные лимфодренажные средства должны быть очень умно сложены. И вот этот тоник относится к таким. Почему? Да, лимфодренажные пептиды, но при этом здесь компоненты натурального увлажняющего фактора. При этом здесь неосомальный троксирутин, неосомальный троксирутин – это тот, который не имеет вот этого воздействия на верхние слои кожи, который не дает вот этого дегидратирующего эффекта. Но при этом он прямо вот связывается, да, непосредственно он уходит туда, где у нас сосудики, сосудистая стенка, и целенаправленно работает с ними, потому что невозможно сделать лимфодренаж, не укрепляя сосуды. Как правило, наоборот, мы отекаем из-за того, что сосуды стали чересчур проницаемы. То есть нарушение сосудистой стенки идет в том числе. То есть когда мы подходим с вами комплексно к проблемам отеков, вот по-моему, это нужно делать именно так. Также сюда входят витамины F, витамин Е. Мне этот тоник очень понравился. Я считаю, что это современный, действительно представитель лимфодренажной косметики. Мне будет очень интересно, будет ли бренд дальше развиваться в этом направлении, потому что я бы из этой линейки с удовольствием взяла бы крем для глаз, если бы он был, например, вот с этими же компонентами, только в формате крема для глаз. Но пока что обходимся с вами патчами, которые делаем сами. И я его так и использую, на самом деле. Чаще всего мне это очень нравится. То есть здесь действительно они огромные молодцы. В этом плане собрали современный прогрессивный продукт. Здесь 150 миллилитров. У кремов по 50 миллилитров. Тоже стараюсь говорить объем, и вы просите об этом в комментариях. И вот очень интересный продукт. Мягко очищающее молочко. С молочком есть один момент. Или нет этого момента. Погодите. Есть. Есть момент. Он пахнет цитрусовым. Потому что сюда входит экстракт апельсина. Я не люблю одушку цитрусовых в несмываемых косметических средствах. Есть у меня такая особенность. Вы помните про эту особенность. Но здесь у нас молочко. Как я его использую, объясню. Я никогда не использую молочко. Особенно вот такого состава, как это делали наши мамы и бабушки. Наносишь на ватный диск, потом вот это вот все по лицу. Как это делаю я? Я использую это молочко, как гидрофильный бальзам или масло. Без всяких ватных дисков. Я наношу его на сухую грязную кожу. Я массирую тщательно. И область вокруг глаз. Все зоны, которые мне важны. Потом просто ополаскиваю водой. Да, это не гидрофильное масло. Оно не превращается вот в эту вот какую-то белую жидкость. Но оно удаляется с лица водой практически полностью. И вы это чувствуете. То есть вы не стоите вот с этим, знаете, размазанным таким на лице каким-то слоем. Тут косметика, тут что-то не смылось. Нет, оно удаляется достаточно хорошо с кожи. Но потом я обязательно прохожу с пенкой. Кстати, пенка у бренда скоро будет. Некоторые блогеры получили такое привилегие, преимущество протестировать пробный образец первым и дать свои рекомендации. Я вот тестировала эту пенку, вкупе, кстати, с этим молочком. И обязательно запомню. У нас там целый опросник, тест. Все это я обязательно делаю. То есть компания к разработке подходит, как вы видите, очень тщательно. То есть даже привлекаются люди, специалисты со стороны, чтобы вынести свой вердикт перед тем, как утвердят конечную формулу. Да, это очень важно. Так вот, что в этом молочке, помимо его прекрасной текстуры, необычно. Это липидовосстанавливающий продукт тоже. Сюда входят церамиды юдзу. Сюда входят фосфолипиды, натуральный увлажняющий фактор, аминокислоты, гель алоэ, масло оливы. Кстати, мне очень нравится, когда масло оливы есть в очищающих средствах. Мы с вами помним, что в масле оливы много олииновой кислоты. Она как раз таки все жирное хорошо растворяет. То есть в уходе перманентно масло оливы я ни в коем случае не рекомендую. То есть не смывать его с кожи. А вот в таких вот средствах, наоборот, очень рекомендую. У молочка очень шелковистая, скользящая текстура. Вы когда им массируете кожу, оно, знаете, не пробуксовывает, не впитывается моментально. То есть, видите, вот просто скользит, 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 скользит. Мне вот это вот очень понравилось. Потому что, во-первых, маленький расход таким образом получается, а во-вторых, вы не тянете кожу. Продукт мне понравился, действительно понравился. Тоже можно считать продуктом нового поколения, потому что это не просто очищение, это уход. Это уход с оглядкой на здоровье кожи, на здоровье микробиома, гидролипидной мантии, эпидермального барьера. Вот, пожалуйста, вам вариант. Особенно, кто любит текстуры молочка. Я, кстати, пробовала ему умываться и по утрам, на самом деле, для сухой тонкой кожи. Но вот пока тут было холодно, это было актуально. Сейчас, конечно, чуть-чуть стало пожарче, мягко говоря, поэтому и утром мне хочется умыться какой-то пенкой. А вообще вот для утреннего умывания, для тонкой, особенно для возрастной такой, вы знаете, атоничной кожи, это прекрасно подойдет. Вот. Ну что, друзья, мой вердикт будет таков. Это очень интересный бренд. Я буду за ним пристально наблюдать. Да, это действительно так. Сегодня мы с вами в этом убедились. Нигде нас производитель не обманул. Это косметика нового поколения. Я уж не знаю, там четвертого или пятого или какого, но то, что это косметика нового поколения, которая полностью соответствует духу времени, начиная с упаковок, это совершенно точно. Я знаю, что вы пробовали уже многое из этого бренда. Не забывайте, пожалуйста, что у меня есть скидка на этот бренд, и она действует перманентно. Вы всегда ее найдете в закрепленных в Телеграме, в актуальном программе, потому что эта скидка у меня действует всегда. Не только на время выпуска этого видео. Да, бывает и такое, бренды не соглашаются пролонгировать скидку. Здесь, пожалуйста, пользуйтесь скидкой, постоянно не забывайте, потому что 10% от общей суммы здесь, это такая существенная получается разница. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы. Очень интересен ваш опыт. Особенно, конечно, нам всем хочется послушать про крем с ретиноидами, кто вот использовал его до конца, какой вы получили результат, будете ли вы его повторять. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Пока!